там 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 у меня все хорошо слышно несколько раз бывает подряд вот опять непонятно что это то ли с программой это у меня тут вопросы надо перестановить будет и попробовать вот но вот меня зовут вы знаете роман вы димитрий да интересно мне там не будет а нет мягко если нибудь я уже записывал мне вот эта программа вот ну вот рад вас видеть димитрий добрались вы домой карта я очень люблю любил всегда я люблю карты еще с детства мне нравилось но немножко как бы потому что получалось у меня запоминать имя представлял себе что путешественник путешествует пока там еще были нарисованы разные и вот такие дела очень всегда вам тоже нравится карты смотреть или так просто я купил карту просто карт россии повесил а просто как вместо обоев ну это вода ясно 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 понятно вот но вот то что я хотел сказать у меня похожие ситуации и сейчас возникают и периодически и вот недавно была такая ситуация что как бы не понимают люди не только вот и даже вот происходит как и бывает и каждый день там кто-то что-то скажет бывает такое что ну как как вот игнать техничек говорит и на него также говорят там сектанты да то есть лишь бы сами люди не понимают что говорят они даже не знают значение этих слов но либо поругаться то есть вот я как смотрю учусь и гнать техничек как вот он реагирует на это все да то есть он спокойно он говорит это мне мне говорит только вот сокровище на небесах они готовят благодаря венец мне готовят и это да 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 вот то есть поэтому я спокойно отношусь и как как на неравнодушно и игнати техничек тоже неравнодушно относится то есть он он молится за этих людей до чтобы господь явил свою волю на них вот ну как мы обычно молимся господи да будет воля твоя ну и конкретно на вот этом человеке на этом тоже упомянуть своих врагов так скажем вот и врагов божьих вот тем более упоминать молитве и таким образом как когда я молишься о них и получается что жалеешь их то есть уже не гнева и стены как можно гряду жалеешь да вот уже жалость появляется роман знаете вот как бы я еще просто когда вот написал вам то что у меня такой может быть если высказать таким словом темперамент я очень горячий человек но с точки зрения и когда я вижу то что вот я пытаюсь довести информацию причем я от себя ничего не добавляю у меня нет знаете как бы возвыситься над человеком там упрекнуть а вот я такой умный якобы пришел в церковь и тут я начинаю права качать у меня такого нет я действительности там когда мне дают слово я спокойно говорю ссылаюсь на писание на толкование святых отцов на каноны ссылаюсь и здесь что самое страшное как мне кажется происходит игнорирование происходит и надсмешка то есть вот такой снобизм я вот причем понимаете я общался с людьми я знаю очень таких как вам сказать влиятельных людей ну даже как он зовут безбожники атеисты но есть знаете какая-то тактичность вот и здесь когда я вот увидел не не среди всех я не говорю что вот среди вот там вот такая вот есть я просто не понимаю здесь я не на может быть не то что вот на человека так гневаюсь а то что я гневаюсь на ситуацию мне тоже неважно что обо мне подумают а я как бы такая вот значит замешательства я просто начинаю в голове это прогонять у себя вот и как вам сказать вот я это может быть так вот ну я просто не понимаю то что вот когда мирянин он может да в миру так вот полностью быть но когда вот страны священства и они хотят называть белое они называют белое черным а черное белое вот вот это самое пугает даже фарисеи те же фарисеи до которые в писании вот мы встречаем они были лицемерами в подавляющем своем большинстве но по крайней мере даже христос он как бы то что вы поступайте так как они говорят по крайней мере фарисеи может быть сами не поступали но они с точки зрения буквы закона не всегда говорили истину а сейчас что я вижу в церкви что не говорят даже истину вот по таким вот те вещи которые расписал они вот пытаются да нет это нормально то что в брюках женщины ходят да нет это нормально то что в татуировку входит это нормально то что парень серьгой ходит на теле помазанием это нормально то есть он его мажет делим серьгой парень то что там чуть ли не сорокезом приходит церковь и вот именно из-за этого как-то знаете такая вот ревности когда пытаешься довести сказать об этом сказать там подходишь там отец борис такая ситуация почему вот вы не сделаете замечание мне нет такой власти чтобы такое-то над тобой тип сначала как-то знаете пытается показать что до готовы тебя выслушать а потом просто от тебя ноги вытирают но мне это неважно потому что как бы знаете я знаю то что даже отец борису то же самое он не до конца тоже понимает например с кем он имеет дело и в мою бытность например если вот взять когда я был безвожником там два-три года назад вот за такое отношение как бы ну я написал в патриархию такие телеги бы накатал но мне кажется что для него были последствия и сейчас вот благодаря то что вот игнатию лапкину я понимаю что вот то что он как бы проповедует он проповедует истину потому что все подкрепляется писанием толкованием и канонами вот такое вот состояние иногда бывает а потом я после этого знаете два-три раза я пытался как так спокойно и после этого когда вот я вижу отношения я перестал я просто прихожу вот в своем мире в церкви помолиться на службу прийти и больше этого я не хочу даже касаться я думаю то что ну коль так коль хотят вот как бы они в своем таком мирке жить ну пусть они считают что может быть я там возгордился но все вот вроде там как вот на лапкина лулю любит то что он в прелести вот такое слово такой лексикон последнее время вот у меня вот такое надо вот это не бывает в общем причем я не могу сказать что вот я такой вот там сравнить себя там с первым христианом нет конечно же но обидно то что когда священнослужители заигрывают с миром так сказать если вот можно выразиться такое за и веру не миром то есть не перевоспитывают нас она оборудовать да это все нормально хорошо там нового года 8 марта 23 февраля но такая история и пообщаясь вот сергеем парализованным он должен быть дыгать не надо ты чё быть свой внутренний мир будешь нарушать этим ты как бы сказал сказал не восприняли восприняли причем я когда подхожусь и пытаюсь пытался говорить мне не было чувство надменности никогда и там вот ребята сидели девушки сидели вот на чаепите с молодежью и молодые люди сидели мне не было надменности как бы показать что я такой громадей пришел вообще ни разу да ну вот я не договорил то что игнозий технич кроме того что молится получается о своих вот таких недругах да которые не желают от следует слову божьему он еще и по слову божьему опять-таки еще и поститься как он каким образом то есть он соблюдает это же слово да то есть то что он говорит как написано в евангелии то что то что он цитирует он же так и живет да потому что очень важно в том смысле что можно много что говорить да правильно но можно и так и не жить то есть к или сказать что сейчас невозможно также а он показывает своей жизни что сейчас это возможно вот поэтому вот и я тоже также стараюсь поэтому жить по евангелию как и гнати технич то есть вот трудиться для этих людей которых я хочу как бы ну как быть учителем получает какой-то хоть вы говорите я ненадменно но все равно у меня нет надменности лично у меня когда я как бы не пытаюсь там они может быть воспринимать что я такой вот всезнайка там две-три строчки прочитал начиная умничать у них такое может быть мнение но это не так и после этого я молчал бесполезно понятно но опять таки это все вот мы так думаем мысли наши слова а у игнати техничек кроме вот этих мыслей слов его игнати технич и повстященного писания еще дела то есть этот пост то есть кроме молитвы еще поздно то есть и слова тоже на есть как под трудность ну и дела и я уже понимаете роман просто я извините что перебиваю под постом когда в эту пост ну вот я и говорю то есть пост я понимаю что вот эти дела то есть помощь помощь вот этим людям которых я хочу как бы до них донести я им стараюсь помогать так же как и гнати технич он вот прежде чем он донести до людей своей общины потому что люди из общины гнати технич и не сразу тоже все появились до в их общении они приходили они сначала может кто-то был не согласен и все сразу были согласны только услышали гнати все сразу согласны нет он им помогал он видел что они да может что в чем-то согласно с ним что-то не согласно он им помогал то есть вот это и я понимаю то есть кроме молитвы за этих людей он еще и постился то есть помогал им вот то есть лишал себя жидко после так вот даже известно то уст уже вот его сегодня такого . говорил с вещей который тоже не все исполняет но вот он что-то хорошо хорошая говорит что златоуст говорил 30 как бы третью часть на третью часть своего зарублю как будто что вот ты раньше кушал кушай сам третью часть а вторую третью часть отдай нищим или третью часть отдай в церковь четко но вроде как я вот к скидал не менее 10 не менее 10 10 святой десятины ты должен относить в церковь не менее святой десятины это комментарий златоуста вот на книгу пророку малахи ну в общем вот в разных местах уже много разных текстов вот толкование и вот в одном из видимо толкование такое возможно и священник сегодня так сказал а вот затраты и вот получается что вот это и есть то есть не обязательно и как бы вот и кормить да но играть этих на тоже не всегда как заповедь есть накорми врага своего и это же вот общался когда я получается делал вывод что не только обязательно накормить именно едой но и и на тихо же говорит что я тоже так стараюсь поступать то есть помочь этим людям каким вот образом которые им нужна помощь данный момент то есть это и будет своего рода как бы ну как пригород накормить то есть у него высвободится средства этого человека он сможет тебе что-то купить вот ты ему помог он не заплатил за то что кому-то к другому ты вот ему бесплатно помог у него субы высвободились он даже может и купить что-то себе и покушать там а может быть и может не покушать ну что ему вот так я в маленьком городке прописан но сейчас я временно живут уже езжай из этого маленького городка чуть-чуть покрупнее городок рядом белорецкая в беларе я один один у меня в межгорье вот маленький городок мама вот мама только и все вот ну и так вот братья-сестры во христе как сказать тоже такие на каких-то ночные ездили не навещали его вот вообще на туда нет ездил есть видео видео есть угадать их следующем году я ему писал об этом как найти ключ вот съездить чтобы прям лично дай бог чтобы здоровье было потому что я хочу с ним увидеться вот но вот у меня тоже много мысли по было у меня почему были мысли и съездить и съездила я почему ну во первых мне надо было покреститься да у меня очень такой же да мне интересно было по как бы сказать потом если люди у меня будут спрашивать там а или будут сомневаться до что действительно ли это такой человек что это может там постановка все да хотя видно по видео что это не постановка поэтому они снимают все одним как бы одним временем без монтажа без отрыва до кадров вот этих вот видео вот все равно можно сказать да в наше время это могут сделать и и монтаж такой же как будто бы там все вместе происходит вот я решил съехать и что педит и чтобы потом людям говорить что вы теряете были в самой в барнауле потерявки потеряю и живут они в барнаул не приглашают никого они только потеряешь к приглашает при приглашаю то принимают лучше токторе они на самом деле никого не приглашают вообще не состоит и он разрешил вообще на то вступить вам нет 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 я не состою составителя нет нет чтобы состоять вообще вообще не это я так понял там нужно не просто приехать ну да я мал я поинтересоваться думаю может быть в этом удаленно как-то нет удаленно по моему них только вот один сергей парализованность со своей мамой его бабы сирана михаил кальмаев а возможно еще потому что такой столб веры но он просто уехал он же был у них по моему в барнауле жил а потом уехал я так у меня такое впечатление сложилось поэтому он удаленно получился что он уехал от них потому что много то что вот я видел и разговоры беседы и сергея парализована с михаилом кальмаевым там и самое положительное впечатление с точки зрения веры христианина вот он тоже мне очень очень там близок близок также то что видел который видеозаписи игорь третяков вы знаете да кому я говорю игорь третяков нет наверное я еще не всех знаю из общины как бы вот вот и мне говорят не говорить это слова у меня такое слово паразит так у нас сейчас поздно даже как вы говорите поздно у вас уже а да и уже стемнело но у вас то тоже ну да у нас уже 9 час мало если есть какие-то вопросы спросите мало там что еще расскажу потому что вы как бы сказать поделиться своим духовным опытом я своим вот мы часто несет по крайней мере познакомились так вот я понял что действительно без и самогнать этих на что же это говорит что без помощи этим людям то есть ничего невозможно то есть нужно быть слугой этим людям потому что мы получать все равно в любом случае даже если мы не надменно говорим но мы выступаем в роли учителей то есть начальников знаете я вот даже вот сейчас уже как бы чуть-чуть если так вот в прошлое заглядывать вот если бы не игнать и лапкин я вот например тоже в писании уверовал я думаю что я бы скатился на уровне ермана стерлига я бы сказал что вот вы там все еретики поганые вы христа не знаете не знаете канонов и так далее вот я как бы один обособлено стал бы жить и вот благодаря лапкину я в церкви я член церкви да есть там ошибки нарушения понимаю что я в церкви я нефть вы знаете да серлигов видели может быть с ним ролики да 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 вот потому что с одной стороны как вот тоже вот я иногда так вот говорю он тоже потерзанный жизнью этот господин и мне кажется то что он когда пытается говорить о боге он не лицемерит есть лицемерие когда пытаются прикрываться верой а он не лицемерит он вот тоже насмотрелся того что в церкви происходит увидел это он же был со старообрядцами потом увидел что в московской патриархии не очень много там связи есть знакомых вот и он вот теперь так вот условно говоря проклял их вы геретики и его основание обоснования почему он так считает они не на пустом месте потому что он тоже очень четко как лапкин ссылается на каноны он ссылается на писание я не хочу там других вещей касаться да вот последних где вот он категорически неправ но с точки зрения ревности он о многом говорит так же верно и и мне жалко с одной стороны что он вот такой ревностный и не мне бы хотелось чтобы он как-то может быть сладки нам сошелся бы вот они контакт у них какой-то был бы потому что он мог бы плоды принести герман стерлигов герман стерлигов знает об игнатий тихнович и герман стерлигов то есть они смотрели друг друга видео да потому что потому что герман стерлигов высказывался по поводу герман стихоновича высказался он просто он скользь высказал не спросили это вы знаете гнати лапкин дак от еретик как бы обстоятельные беседы сказать что еретик то есть обличить потому что сказать такого не было такое было вскользь понимаете это тоже самое как бы вот у меня бы тоже увидел он также сказал бы ты еретик там потому что ты там причащаешься в московской патриархии он этим бы стала апеллировать а вот такого грамотно чтобы то он например сказал вот игнатий лапкин еретик потому что я такого не видел это было просто вот на эмоциях мне кажется сказано хотя я не владею информацией здесь я не думаю что на эмоции какие могут здесь эмоции по поводу играть их начал герман стерлигов они как не пересекались поэтому я поэтому эмоции там никаких и не могло бы быть и не могло быть вот это и сказано не на эмоциях как раз разумно все сказано поэт потому что скорее всего герман видел видео цыгнатий тихонович вот и поэтому он он не глупый человек а он видел видел и не будет просто так я думаю говорить он это все уже у него это такое мнение сложилось то есть тут и разговаривать не обязательно потому что игнатий техночь специально такие видео создает этот видеоканал чтобы не люди но он и сама говорит и на тех чтобы люди не ехали к нему осмотрели канал вот так потому что каждый приезд любого человека это как ответ написал виталию в группе это обременение для игнатий тихоновича первую очередь бремя дополнительная вот опять мое слово не то же не у меня то такое же снова пройдет и да и поэтому игнатий техночь вот предлагает смотреть смотреть видеоканал и поэтому я тоже уже не хочу приезжать на тихо ночью я смотрю его видеоканал я тоже смотрю канал его тоже смотрю а применять я знаете я понимаю то что с одной стороны мы его обременяем но я просто приехать там с гостинцами там с гостинцами его там поблагодарить обнять вот на путстве какой-то получить потому что мне дорого очень дорого почему я еще так и говорю я еще и виталий тоже написал вот ты потратил деньги на поездку вот но я еще не написал вону потому что эти бы деньги лучше бы ты играть и техночь отправил ему бы была помощь хоть какая-то чем ты съездил потратил вот потому что действительно есть канал он очень помогает это достаточно информации и есть у нас скайп и можно спросить когда тихо ночи да я знаю беседу неоднократно да вот так а я даже знаете я списывался как-то со стерлигу в контакте я ему сказал вот в одном из видео он когда он обличает да московскую патриархию в церковь якобы то что она впала в ересь вот я могу то что давайте может быть вот вы говорите что если вы заблуждаетесь и мы вас обличим что вы заблуждаетесь то вы как бы да примите ваши ворота открыто я ему сталкиваться что давайте вот можем беседу привести конференц колл устроить то что вы сергей парализованный можем подключить игнать и лапкина ну просто чтобы обстоятельно стерлигов тоже сказал с чем он не согласен почему там якобы кто-то еретик кто-то не еретик и чтобы мы просто подискусировали он отказался но правильно сделал стерлигов отказался да правильно сделал я думаю что игнатий технич тоже будет против потому что есть видео достаточно где герман стерлигов говорит объясняет его свою позицию почему нет я понимаю что видео есть одно дело когда ты на видео нет когда обратной связи в реальном времени это одно одно одна вещь а когда позиция стерлигова там например сергей парализованный ему тут же до задаст вопрос а как вы и это видите там и лапкин причем вы знаете это бы беседа разумеется было формате не то что там ты еретик ты там дурак ты там поганый пёс нет это был бы просто такой вот некая конференция ну хорошо если стерлигов сказал бы ну пусть разошлись бы все по крайней мере мы бы обменялись мнениями просто обменялись и поняли получили бы обратную связь но он отказался просто я я у него там был у стерлигова летом просто посмотреть что из всего из себя представляет его слобода вот поэтому у меня такая идея была но он отказался ну правильно сделал потому что сейчас неправильно потому что если он говорит то что выходите на меня и попытайтесь меня разубедить может быть я и сам заблуждаюсь он сам об этом сервере может быть я и заблуждаюсь но вы мне покажите где я заблуждаюсь я говорю мы готовы показать может быть возможно что где вы заблуждаетесь я чисто по его словам но он нет так нет поэтому здесь сюда никакого нет разумеется на нет почему я считаю что это он правильно говорит потому что в наш век и тем более игнатий технич что что делает он очень подробно все объясняет и и если допустим кому то нужно тому же герману стерлигу что-то засвидетельствовать можно просто дать какие-то ссылки на видео игнатия тихоновича на его слова конечно я ему дал все ссылки он ничего там не сказал он ничего не сказал что здесь он не прав абсолютно я полностью дал и ссылки на видео и ссылки на к истинному православию он ничего ни слова не сказал что где-то там ну вот я и про это и говорю то есть насколько игнатий технич открытый у него все есть все вопросы уже отвечены вот так но тем более раз герман не хочет идти на на открываться не хочет идти на диалог то так вот это роман тогда попрощаемся да если принципе все побеседовали спасибо за беседу спасибо христос вот мы разумеется в группе там если что то там мало ли я либо могу там позвонить предварительно написав либо вы мне там пишите да хорошо вот но димитрий я участвую получается за запись идет видео если что на ю тубе я выложу что вот как православные христиане что общаются вот это все хоржал укладывать конечно я вот постараюсь сегодня выставить еще одно видео сегодня мы общались тоже с одним человеком но в реальной как бы не не через skype другим приятел зачем мы не в русске здесь лапкин прав если как бы общаемся мы чем скрываемся да это хорошо даже потому что показывает что православные христиане что они современные что они вот по скайпу общаются они и такие темы которые тоже другие люди могут ну вот как бы то что вот ягод тоже говорю про про игнатия тихоновича вы про него говорите то есть ключе знаете роман когда я вот пытаюсь например там с безбожниками говорить так вот образно говорю узнать у у всех конечно там есть какая-то вера там и показываешь лапкина они все говорят вот если бы вот так вот было бы у священников да мы все бы стали бы христианами это вот люди которые полностью атеисты они очень с достатком люди они вот да вот таких людей не хватает у него поступки дела просто показываешь сайт ну посмотрите просто там беседе например где-то там в гостях может быть на работе пытаешься засвидетельствовать и ссылаешься вот как вот живут они это понимают это вот знаете как вот может быть в откровении когда там пишется говорит о если бы хоть ты был холоден или горяч но так как ты теплый то я извергну тебя вот как я понимаю что вот они холодные может быть вот эти вот атеисты холодные но они их легче обратить гораздо привести в православие нежели чем вот таких вот засохших которые якобы вроде бы веруют ходят в церковь и где-то показать что вот здесь вы не правы братья вот так вот надо вот они не хотят это слушать вот вот поэтому здесь вот со словом божьим очень сходится что вот эти холодные они гораздо их проще сделать ревнительными да и вот эти безбожники они очень много насмотрелись они судят по москве как вот священство здесь живет московское как поступает как поступает они это видят причем знаете я бы мог рассказать очень много историй вообще там про сергию и лавру это люди которые занимаются бизнесом и туда периодически приезжали и я просто этого не делаю лишь бы не соблазнить да там как говорит павел брата своего ну не хочется этого говорить что там происходит но это здесь москва но тем не менее знаю тех священников тех ревнителей их единицы но они есть может быть да резюме вот вот я сейчас тоже как бы получается что живу при храме тоже и священники естественно крестят ну естественно для священников до наших крестит не в полное погружение я с ними разговариваю один раз сказал потом второй раз сказал получилось вот кому-то каждому там священнику один рассказал вот и получается что я теперь делаю вывод ну а они не справляются и я просто им помогаю для чего для того чтобы опять расположить их в себе чтобы еще раз когда-то еще раз сказать потому что это поступает так же как Игнатий Тихонович то есть не все в их в его общину пришли сразу они были согласны совсем да и даже с полным погружением не все были согласны полностью согласен с вами и я как-то вот пытался с настоятелем беседовать через вопросы я всегда каждый раз под благословение его подходил я его делал давал обратную связь я говорю отец Борис мне очень понравилось как вот вы здесь проповедовали как вы здесь ссылаетесь на святых отцов говорю прямо вот сердце бальзамом обливалось как говорится я говорю у меня не было вот этой там снобизма дерзости у меня никогда такого не было и то что вы говорите как вы делаете это правильно надо с любовью подходить но я попытался и в итоге просто на отсмешке ну думаю ну по крайней мере для меня важнее как вам сказать наверное свой внутренний духовный мир сохранить это немало важно вот так же у меня тоже так же ну как сказать не то что на смешке даже такое вот неприятие было там и есть там со стороны прихожан которые видимо там близким возможно к ну или видят что такое вот у нас происходит какие-то непонятные ну как сказать не 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 то что не неприятие как сказать со священниками ну что мы не во всем согласны друг с другом видно такое да что как бы что у нас не полностью вот мы прям душа в душу да прям что мы не не улыбаемся там при встрече друг с другом такого нет у нас поэтому они делают что мы не хотя я как они меня принимает но не во всем да и поэтому как бы в чем-то даже критикуют там есть такое там как бы какие-то требования такие предъявляются какие-то претензии бывают там ну это знаете это на личностные они переходят мы же говорим не о личностных грехах мы говорим в целом таком знаете о принципиальных о фундаментальных вещах и когда они переходят на личность а вот и там ну я считаю это это деструктивно ну это да но никуда никуда от этого не денешься это все люди такие и гнать и поэтому я вот так же поступаю то есть я стараюсь быть слугой я служу этим священником нерадивым помогаю тут и по храму при храме тут сейчас вот снег чищу тут много очень снега у нас вот в этот раз получается а в целом вот с теми священниками с которыми вы общаетесь вы обратную связь получаете олапкине то есть они что они что говорят тоже там сектант еретик там скорее всего да и такое бывает но в то же время эти же эти же люди которые говорили сначала что он и там вот как такие негативно теперь же мне говорят вот вот давай давай трудись Игнатий Тихонович же говорит что надо тебе конкретно тебе вот мне Роман говорил тогда еще когда я ездил тебе надо больше трудиться да вот вот Игнатий Тихонович нам это сказал что давай давайте это Романа там чтобы он больше трудился ну так шутят но уже шутят уже по крайней мере теплее как говорится да то есть вот это вот мой труд моя помощь им они видят это уже но все это двигает это все правильно так и должно ну вот димитрий ну ладно приятно было пообщаться взаимно Роман по крайней мере теперь уже в лицо познакомились да меня так не очень хорошо видно нет я вас хорошо я у меня еще выскакивает это вот шторка о получше как вот это покойной ночи спасибо христосу спокойно спасибо 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 спасибо